Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодняшней темой я выбрала фразу «Какой ужас!». Эту фразу я достаточно часто слышу на сессиях, и чаще всего она произносится тогда, когда человек узнаёт про себя то, что он не хотел бы знать. То есть эта фраза – такой универсальный отпихиватель от себя той информации, которой не нравится. Мы сегодня попробуем через эту фразу войти в понимание глубинных процессов, которые лежат до неё. Она не рождается из ниоткуда. Это умение по небольшому факту, выстраивая причинно-следственные связи, понимать причинность появления. «Какой ужас!» Эта фраза звучит тогда, когда человек узнаёт нечто, что он не признаёт имеющим право на существование. То есть эта эмоциональная реакция во фразе «Какой ужас!» нет никакого смысла. Она ничего не описывает, не несёт в себе никакую мысль, кроме эмоционирования. Мы уже с вами в предыдущих роликах исследовали, чем мышление отличается от эмоционирования. Мышление – это попытка на своём внутреннем экране отобразить объективную реальность. И по поводу отображённого вынести какое-то суждение, сделать какой-то вывод. А эмоционирование рождается всегда в субъективности. И чем больше эмоционирование, тем больше субъективность. То есть, когда у нас появляется какая-то эмоция, мы встречаемся с собой реальным. Гораздо тяжелее тем, которым вообще запрещено эмоции свои узнавать. Они тогда и не могут нащупать себя, они не могут себе признаться в том, что они сейчас реально чувствуют. Эмоциональное реагирование на происходящее не только вовне, но и внутри. То есть, этой фразой «какой ужас» мы можем реагировать на какое-то известие, какую-то событийность извне. Или же можем реагировать на какую-то событийность, которая произошла внутри. Когда мы себя как за руку ловим, застукиваем за чем-то. Например, за тем, что мы завидуем, мы говорим «какой ужас». И таким образом мы отторгаем это, как будто одновременно себя наказывая за то, что мы посмели это испытать. Вот это отбивание, как ракеткой валанчика или меча, оно позволяет нам сохранить некий желаемый образ. То есть, не познать себя реального, а сохранить идеалистическое представление о себе. То есть, может быть, восприятие происходящего как факта. Когда мы регистрируем это «есть» и не торопимся об этом вынести какое-то суждение, точнее осуждение, придать этому факту окраску правильности или неправильности. Например, мы узнаем, что где-то произошло землетрясение. Это факт, но наша эмоциональная окраска придает этому правильность, неправильность, хорошесть или плохость. Я сейчас говорю не про то, чтобы, так что мне вообще не определяет, это плохо или хорошо. Я говорю про другое, про разделение факта и разделение своего субъективного отношения к этому. Есть произнесенная фраза другим, а есть наша реакция на эту фразу. И в те моменты, когда у нас особенно аффективная заряженность восприятия, это говорит о том, что мы встретились со своими границами, со своей субъективностью, со своим оценочным восприятием. Фразу «какой ужас!» я достаточно часто слышу на сессиях. Например, одна моя клиентка, рассказывая мне сон, понимает, что она до сих пор ждет вот этого священного идеального жениха, то есть того, кто воплотит все мечты. И она произносит вот мне «какой ужас! Я до сих пор это жду!» То есть, таким образом, она не признает эту бессознательную тенденцию в себе. И отрицая ее, она не сможет ее узнать, когда это будет с ней происходить в жизни. То есть, ее психикой этот аспект назначен как плохой и неправильный. И для того, чтобы, обнаружив его, не наказать саму себя от агрессии, она, самое простое, что она может сделать, не замечать его. Другая клиентка, обнаруживая, что она завидует, восклицает «какой ужас!» То есть, фактически, я человек-исследователь внутреннего мира. Я, как регистратор, я помогаю выносить из бессознательного в сознательное. И из-за этого я часто встречаюсь с этим эмоциональным реагированием на себя, с отрицанием того, что мне это может быть присуще. То есть, фактически, у человека есть весьма ограниченное представление о себе, такая узость мировоззрения. Он считает это нормой, а все остальное считает неправильным. И поэтому он не может в себя впустить знания о себе, а значит, он не предполагает, что это может быть. А если я не предполагаю, например, свою склонность к слиянию, то я ее и не буду узнавать. Не буду узнавать ни в других, ни в себе. У нас появляются с вами аспекты невидимки, которыми мы фактически обладаем, но не можем на них оказать никакого влияния, потому что они запрещены к узнаванию. И то, что человек не узнает в себе, то, что ему запрещено узнавать в себе, будет таким же невидимым и у других. То есть, собственную склонность к манипуляции я не узнаю, и поэтому манипулятивность со стороны другого, но и тоже будет неузнана. Она будет называться, например, хорошим отношением. И есть весьма проблемные аспекты, которые нам запрещено узнавать. Вот та же самая склонность к слиянию, она вынуждает нас рядом с другим пытаться угодить ему. То есть, человек рядом с другим начинает вести себя странно, он сам не понимает, почему так себя начал вести потом. Потому что он не узнает вот эту попытку войти в слияние, понравиться, манипулировать и так далее. Если бы ему было разрешено это знать про себя, да, у него есть склонность к слиянию, и он к этому бы относился спокойно, без... Какой ужас! То он мог бы контролировать этот аспект, он бы его учитывал и понимал, когда он начинает это делать, он себя бы притормаживал. Это касается большого количества аспектов. Желание забраться на ручки, желание доминировать, желание эмоционально давить и так далее, и так далее. В своих видео все процессы, которые я описываю, они присущи в целом всем людям. Кому-то больше, кому-то меньше. Я стараюсь в своих видео расширить границы дозволенного, легализировать те аспекты, которые человек упорно отторгает, и из-за этого не может изменить свою жизнь, потому что он вообще не понимает, почему то или другое происходит в жизни. Вот эта широта мировоззрения, понимание, что это норма для человека, что это присуще всем, что эта специфика человека позволяет нам впускать в себя больше знания про самих себя. А если мы впускаем больше знания про самих себя, то мы начинаем лучше понимать и других людей, и поэтому они нам не видятся уже как опасные, они понимаемы нами. И если они понимаемы нами, то мы понимаем и как себя вести рядом с ними. Когда мы признаем эти аспекты в себе и не восклицаем, какой ужас, на какое-то знание о себе, в такие моменты у нас уходит осуждение. То есть, когда я это признаю в себе, у меня не будет по отношению к другому человеку, когда он это проявляет, такого высокомерного, снобистского, как такое может быть, как он так себя ведет, какой там плохой. и возможность расширить свое принятие, свое милосердие, свое понимание позволяет нам входить в этот мир, выходить в этот мир, общаться с людьми не как на войну, а как в пространство, знакомое нам. Несомненно, требует концентрации на происходящем, анализы этого. Но, во всяком случае, нет этого затапливающего страха. Вот эти все восклицания, какой ужас, как он мог, какой кошмар, они говорят об оказании эмоционального давления. То есть, когда мы возмущаемся, ненавидим, осуждаем, нам кажется, что мы аннигилируем этим своим что-то или в себе, или в другом. Мы как будто отпихиваем это и говорим, это ужасно, этого не может быть. И поэтому картина мира у нас оскудненная. она такая с выеденными белыми пятнами. У нас есть некое диристическое представление о себе, иллюзия о правильном, а все, что неправильно, мы как будто не впускаем в себя. Это одно из самых больших заблуждений личности, когда она думает, вот этот большой круг с «я», когда она думает, что мое представление о мире и есть мир на самом деле. Я судья, я определяю, какой мир. То есть человек фактически находится в полном, тотальном слиянии с миром. Он как Бог, который знает, каким должен быть мир. Это один вариант бытия, или пребывания, или жизни. А второй вариант, это когда я понимаю, что я мало знаю о мире, я нахожусь в состоянии познания как внутреннего, так и внешнего. И познание внутреннего, впускание знания о себе позволяет нам впустить аналогичное знание и о мире. Человеку только кажется, что он познает мир, а на самом деле он находится в ракушке, в стеклянной банке, он заперт и он пытается отгородиться от всего, что ему не нравится слышать и сохранить этот тепличный мирок, внутри которого он тоже тепличный и идеальный существует. Вот на втором рисунке красная полоса, она символизирует эту отгороженность от мира, это непринятие мира, это отталкивание мира, какой ужас, пришла война, какой ужас война, как будто войны до этого не было, как будто у нас не было знания о том, как происходит война. Это неприятное знание, но это тоже часть реальности, мы от него отгораживались и теперь мы переполненными эмоциями, переполнены возмущениями, как будто это возмущение каким-то образом действует на реальность, мы пытаемся сохранить свой бывший мир, в котором войны не было. То есть, еще раз подчеркну, это важный момент, мир – это мое представление о нем, я все время ищу подтверждение правильности, или же понимание, что у меня ограниченное представление о мире, я все время в состоянии познающего, то есть, когда я понимаю узость своего мировоззрения, тогда познание нового, оно расширяет меня, делает больше, мое мировоззрение больше, глубину понимания больше, мне меньше осуждения себя, других, меньше страха, а если я жестко отстаиваю свою картину мира, то мои границы, вот нижний рисунок с красными границами, все время воспаленные, все время знание о мире меня ранит, мне больно, я или возмущаюсь, или реагирую злостью, или реагирую слезами, или злостью, или слезами. На этом рисунке изображены красными полосками то, что я отторгаю, я говорю, этого не должно быть, это неправильно, и не важно, что это есть, это присутствует во мне, в мире, в других людях, я все равно продолжаю торгать и борюсь за сохранение купола над своей теплицей. То есть важно понимать, что сохранение идеалистического образа, такого примитивного, усеченного, с реагированием какой ужас на все про себя, какой ужас про все известия о мире, позволяет нам пребывать во внутренней сказке. эта сказка обходится нам очень дорого, потому что ненависть и слезы, я вот замечаю на сессиях, когда человек что-то узнает про себя, то, что в его картине мира не должно быть, он реагирует злостью на себя или на меня, или он начинает плакать, он расстраивается, что это есть. это субъективное эмоциональное реагирование. Вернусь в начало, нам важно осознавать отдельно факт, факт присутствия чего-то в мире, это есть, и разделить его с нашим эмоциональным реагированием на этот факт, понимать, что наше реагирование субъективное, и это субъективное реагирование возникает, потому что этот факт не может быть впущен, и чем эффективнее оно, тем неправильнее что-то мы считаем. Самое печальное в этой истории, что у нас идёт постоянная атака на себя, то есть фактически описывая эти процессы, мы с вами познавали момент, не момент, а механизм аутоагрессии, когда мы аутоагрессивно реагируем на вот это познавание себя, то есть когда мы что-то не так сделали, мы агрессивно на себя реагируем, как будто уничтожаем, аннигилируем этот факт. Хотя на самом деле почему люди не запоминают свои ошибки, почему они не учатся на своих ошибках, потому что они прогрессировали, как будто аннулировали, и всё, это мне не присуще, я уже исправила это всё. То есть это такая палочка волшебная, как исчез, 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 всё, я сижу в придуманном тепличном мире. Весь этот механизм, порождающий вот эту фразу «какой ужас», вот эту жестокость по отношению к себе, невозможность быть многогранным, многоаспектным, является механизмом жестокости. То есть чем примитивнее представление у человека о мире, тем больше у него будет этих ограничений, значит, будет больше и аутоагрессии, и агрессии вовне. И если мы не узнаём это насильственное принуждение соответствовать какому-то образу, мы не будем узнавать и свою жестокость, и свою аутоагрессию. Точнее, мы будем как бы чувствовать, но мы не будем понимать, что именно с нами происходит. Только какая-то телесная реакция, непонятно почему. Но теперь вы будете знать, почему. А на вебинаре 20 августа я расскажу про неузнанную жестокость подробнее. Вас я попрошу в комментариях или в тех записях, которые вы ведёте проанализировать ваше невпускание знания о себе. Проанализируйте, что, какую ошибку, которую вы повторяете. Она повторяется у вас циклично, она постоянно всплывает или в отношениях с другими людьми, или же в реализации. Ту, которую вы не хотите в себя впустить. Какое знание о себе вы до сих пор не можете в себя впустить? Напишите в комментариях или в себя в записях. Также хочу напомнить, что в сентябре, в конце сентября состоится большой проект. Раньше он назывался «Шпионские игры». Сейчас я его сделала профессионально, где я буду давать целостное представление о своей теории. Там будет 7 лекций по 3 часа, на которых в том числе фильмы. Интересный проект. Люди обычно хвалят его. Так что я вас тоже на него приглашаю. Все ссылки под видео. Я желаю вам здравомыслия, нежестокости к себе и до встречи. Редактор субтитров